здравствуйте мои дорогие сегодня мы будем с вами готовить квашеную капусту не знаю любите ли вы квашеную капусту так же как люблю ее я но я могу ее есть буквально совсем с жареными яйцами жареной картошкой готовлю суп из квашеной капусты но вы поняли да она у меня просто на всего уходит на ура причем нашей семье я единственная кто ее ест хочу поделиться своим рецептом потому что он ну да безобразие прост и все что нам надо это капуста у меня вот два небольших кочана одна морковка средняя много не надо из приправ 2 чайные ложки соли у меня вот здесь и пол чайной ложки тмина я все уже здесь перемешала и естественно начинаем с того что капусту надо нашинковать срежем капочку она нам не нужна шинкуете как хотите хотите очень мелко не очень мелко крупно так как вам нравится вот смотрите капусту нашинковала морковку провела через терку теперь засыплю солью стмином и теперь капусточку надо хорошо пожамкать вот так вы наверное заметили я сегодня сам себе режиссер капусту пожамкала так хорошенько теперь вот у меня есть такая эмалированная кастрюлька переложу туда свою капусту она такая сочная сразу с нее сок стал выходить я вообще слышала когда капуста сочная то ее можно не мять но я все равно ну ну сочная или нет все равно ну вот уложили все в кастрюльку теперь тарелочку сверху а вот сверху тарелочки я положу тяжелую мужнину гантелю сейчас посмотрим как я ее смогу поднять очень тяжелые раз-два-три вот так теперь капуста у нас должна стоять под прессом я ее примут здесь на столе так и оставлю будет стоять под прессом три дня каждый день после работы я буду приходить снимать гантелю как бы начнется процесс брожения и очень важно чтобы мы каждый день в течение тех трех дней капусту протыкали деревянной ложечкой для того чтобы газы выходили чтоб она не стала горькая а по истечению трех дней мы переложим капусту в обыкновенную стеклянную банку и положим в холодильник ну через три дня еще увидимся я вас целую люблю до скорой встречи и и здравствуйте мои дорогие прошли заветные три дня и наша капуста готова к тому чтобы переложить ее баночку и отправить в холодильник. Она там постоит ещё пару дней, ещё больше окислится и станет такая вкусная. А вообще, не обязательно держать только три дня. То есть некоторые держат её и пять, и шесть дней не в холодильнике, не знаю, как это сказать правильно. То есть всё зависит от температуры в вашем доме. Так как у нас дома довольно тепло, для меня три дня достаточно. Перекладываем. Перекладываем. Ну и про себя сегодня не забудем. Себе тоже положим. Очень вкусно пахнет. Я свою капусточку люблю кушать так. Немножечко с лучком. И немножечко оливкового масла. Будем пробовать? Будем пробовать. Как вкусно. Очень вкусно. А главное, как легко. Делайте. Музыка. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!